добрый день дорогие друзья пожалуйста просигнальте есть сейчас звук или нет я в прямом эфире instagram их есть небольшая пауза в 10 минут чтобы прокомментировать наступающую неделю если звук есть прежде всего хочу сказать что выходные у меня прошла практика по фиксированным звездам мы с группой пятницу обсудили все ключевые установки как работать со звездами в субботу воскресенье прошлись по всему зодиаку и выделили в знаках зодиака те звезды которые являются самыми значимыми самыми влиятельными которые есть смысл использовать в своей работе как правило это от от двух где-то до восьми звезд которые проецируются на каждый знак зодиака конечно мы поняли что это совершенно другой мир скажем так но не всегда нам было легко иногда было очень очень интересно иногда было захватывающе весь зодиак мы действительно проработали по звездам вчера позавчера и этот материал доступен записи если вы хотите запись теории по звездам зодиака она доступна вы можете найти ссылку у меня в профиле instagram а если будет запись на youtube ссылка тоже будет присутствовать в конце текущей недели у нас будет 2 объявленный блок практики то есть мы придерживаемся программы практика будет 3 4 октября еще есть четыре места если вы хотите чтобы мы рассмотрели звезды вашего гороскопа рассмотрение примера будет примерно час полтора часа каждый пример со звездами и я не только буду говорить что вот такая звезда на такой у вас планете или наоборот планета на звезде вот хорошая или плохая ожидаемые проявления трактовки советы связи с тем какая звезда я буду показывать как мы работаем с дирекциями чтобы выделить ключевой возраст когда может срабатывать звезда эта работа не сложная но надо показывать на практике как ее делать и эта работа нам нужно и тогда когда ваша планета на хорошей звезде и когда на сложный или опасной или плохой а потому что мы должны знать ключевые возрасты когда это может срабатывать и в этом возрасте соответственно потом выделять год по дирекциям и затем выделять неделю или интервал дней по транзитам вот эту работу практика со звездами я буду показывать 3 4 октября на всей нашей доблестной группе если вы хотите можете присоединяться ссылку найдете в инстаграмм в моем профиле что касается наступившей недели с 28 сентября 28 сентября по 4 октября прежде всего мы с вами заметили что накануне меркурий перешел знак скорпиона я об этом говорил своем прогнозе на месяц не говорил что могут быть плохие новости потому что скорпион такой знак и вчера воскресенье к сожалению у нас с вами были плохие новости прежде всего я имею ввиду армению и азербайджан и наверное нам с вами придется все таки проявить какую-то мудрость терпение стойкость с этой позиции меркурия скорпионе потому что могут появляться и еще какие-то сложные новости меркурий будет одной из главных планет в октябре вообще я думаю что в среду вечером я сделаю эфир посвященный прогнозу на месяц если вы пожелаете сможете к нему присоединиться мы поговорим там поподробнее пока если говорить предварительно меркурий сейчас уже в петле это значит что формируются новые ситуации которые серьезно накроет нас с вами в середине октября его ретроградность скорпионе пойдет в середине октября это будет 3 ретроградность в этом году после февраля после июня июля и она выглядит сложной экономически сложно финансово сложной политически сложной и описал во всех прогнозах что октябрь выглядит опасным и сложным сейчас мы уже внутри этого влияния уже нужно воспринимать меркурий как тормозящий уже идущий на оппозицию с ураном то есть это может не работать прямо в понедельник вторник среду но уже через неделю 7 октября меркурий в оппозиции с ураном а это аспект сбоя аспекта какого каких-то шокирующих новостей и он выливается на скорпионов тельцов он выливается на тему экономики и финансов поэтому боюсь что мы с вами на пороге очень серьезной экономической финансовой тряски и в это время полезно общаться также со скорпионами и к сожалению поток сложных новостей будет иметь место на этой неделе мы это уже ощущаем меркурий скорпионе сложные новости приносит скорпионам тельцам львам и водолеем особенно 1 декады но думаю что и всем вообще наша задача быстро перестроиться потому что мы весь сентябрь жили с меркурием в весах и у него были конечно сложные аспекты особенно последнюю неделю но тем не менее сейчас он гораздо более острый гораздо более опасный мрачный и как минимум на желательно следить за своей речью за своим мышлением потому что наши слова могут стать более резкими ранящими наше мышление может стать более негативным и сложным в то же время а меркурий скорпионе говорит о том что опасности нужно оценивать трезво опасности бывают сами понимаете какие опасности финансовые опасности связанные со здоровьем опасности взрывов в отношениях опасности физически но сейчас еще эпидемия значит вот это все желательно на текущей неделе уже с меркурием скорпионе внимательно продумать желательно чтобы каждый сел продумал какие у меня есть опасности в этом есть большой плюс потому что если мы серьезно к ним отнесемся мы их избежим мы не попадем в тяжелые ситуации за которые потом заплатим гораздо больше то есть лучше сейчас принимать какие-то меры защиты противодействия и так далее чем потом попасть по полной программе в проблемы со здоровьем с бизнесом с деньгами с отношениями и конечно наша ответственность том чтобы сейчас с этим меркурием скорпионе не провоцировать слишком негативные сценарии в своей речи своем мышлении своей коммуникации мы понимаем что поток сложных новостей будет идти ответственность каждого живущего человека будет очень высокая чтобы не нагнетать не провоцировать вести себя достаточно мудро и стойко постараться добавлять в мир гармонии потому что когда в скорпион входит любая личная планета в мире становится меньше гармонии появляется к сожалению факторы дисгармонии мы мы это с вами увидели сразу сразу абсолютно в потоке новостей 27 числа подробнее об этом расскажу в среду вечером выпуске про октябрь а пока берем на заметку что деловые процессы могут идти сейчас уже в торможении потому что меркурия две недели осталось до разворота в этом есть обычно плюс и есть минус плюс том что можно вернуться какой-то старой работе и к середине октября погрузиться в старую незавершенную работу минус том что с каждым днем меркурий теряет скорость и если сегодня у него скорость 1 это уже ниже то каждый следующий день будет ниже 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 соответственно деловые процессы могут постепенно затормаживаться что обычно нервирует безусловно бизнесменов деловых людей всех кто принимает важные решения но это космос космос никогда специально нам не вредит мы просто должны знать его погоду и его график если он идет сейчас в какую-то остановку значит мы должны перестать бежать нестись остановиться и пересматривать какие-то свои решения но повторю меркурий скорпионе злой сложный опасный это не значит что кто-то обязательно должен нам специально вредить важно чтобы мы сами себе не вредили своими решениями своими словами но это время разбираться с болезненными сложными ситуациями по здоровью по политике по финансам и так далее таким образом мы на звезды смотрим не как на фатальное какое-то действие от которого мы страдаем а как на источник полезной информации который говорит как надо делать значит понедельник сегодня у нас гармония венеры и марса знаки лев и овен но я уже говорил что окружающий фон такой непростой что дай бог если кто-то сможет получить гармоничный аспект мужчины и женщины в своих обстоятельствах но если вы сегодня будете хорошо общаться со своими мужчинами женщинами будем считать что срабатывает плюс этого аспекта на небе значит конфликтует к сожалению марс и сатурн на небе довольно жестко всю предыдущую неделю очень серьезно нас трясло конечно марс в овне сатурн в козероге то есть трясет овнов козерогов раков весов и потом также всех остальных ну это чуть ли не вся осень единственный небольшой плюс астрологический тот что марс элит начинают наконец-то расходиться это слишком агрессивная такая концентрация агрессивной энергии но мы видим к сожалению ситуация сорвалась в армении и азербайджане дай бог чтобы как можно быстрее все успокоилось но переходила просто в разумное дипломатическое русло полнолуние есть на этой неделе в знаках овен весы полнолуние приходится на 1 октября ну полночь по москве это будет 2 октября выводит на поверхность многие вещи полнолуния имейте ввиду что если вы делаете какие-то заявления они могут широко разлетаться по всему миру и полнолуние приносит реакцию внешнего мира внешней среды на наши действия идеи которые у нас были последние две недели активно затрагивает полнолуние естественно весов и овнов и знак весов поздравляем вас с днем рождения в этом году конечно прогноз на октябрь будет видимо 1 числа у меня на youtube youtube как говорят высокообразованные люди значит сейчас идет знак весов и поздравляем весов с вашим днем рождением хотя он и горячий но что делать мы с клиентами обсуждаем сейчас их соляры то насколько они горячие что делать как правильно себя вести и на самом деле к своим солярам нужно готовиться кому уже давно скорпионом плюс стрельцам плюс еще и козерогом что козерогом остается квартал три четверти года до соляра так что уже надо строить свою солярную карту дня рождения и анализировать ее как минимум а некоторые запрашивают консультации куда мне отъехать на день рождения чтобы подкорректировать асцендент дома потому что мы считаем что все-таки переезд дополнительно срабатывает если вы на день рождения куда-то уезжайте полнолуние в знаках овен весы 1 2 октября на небе луна будет большая полная если не будет облаков вы будете ее видеть в это время мы больше возбуждены в это время естественно у нас хуже сон в это время больше желания давить на педаль газа на дороге то есть может быть больше сумасшедших немножко перри возбужденных перегретых водителей и надо сказать поскольку сейчас вовне настолько провокационные горячие факторы как марс и лилит ретро марс в овне и лилит на этой неделе луна будет проходить по овну в четверг и в пятницу и в субботу до 06 вечера по москве а я бы сказал что это три опасных дня потому что когда там луна ну к сожалению уже неделю назад вспыхнул конфликт недель назад это смысле 27 сентября но еще одна очень горячая опасная вспышка может быть в среду вечером конце сентября 1 октября 2 3 ну что луна вовне и так всегда опасно опасно горячими решениями горячей головой опасно травмами военными действиями и сейчас она не просто вовне а в тот момент когда там сверх горячая лилит и марс причем в последний раз дай бог если это в последний раз в этом году будут вспышки но чего агрессии естественно насилия естественно конфликтов естественно чего может быть вспышка когда такая концентрация планет знаки овна всего что касается овна у кого-то дикая тяжелая головная боль и так далее в общем неделя к сожалению очень высокой тряски новостей которые часто будут сбивать нас потому что уже 7 октября меркурия позиция уран а это может быть сбой очень многих планов и проблемы с электричеством с электроснабжением проблемы не дай бог с компьютерами с интернетом и так далее аспект меркурия урана будет подчеркнут 4 октября воскресенье хороший день для астрологии напоминаю что это практика моим тренингом по неподвижным фиксированным звездам а вот но для бытовых вопросов воскресенье 4 боюсь что это может быть день когда какая-то техника может умереть какая-то из из ваших важных составляющих ваших домашних бытовых помощников и что еще на этой неделе директными становятся планеты в козероге это сатурн и плотон может быть нам станет легче справляться с трудными делами выполнять слов дела которые даются нам сложно может быть легче будет идти организованность и разумнее будет будут решения у государства и у крупных компаний государства сейчас мы сильно зависим от государства если государство неадекватные меры принимает в этом кризисе мы все страдают пока сатурн был ретроградные могли быть неадекватные запреты зажимы и так далее сатурн переходит в директное положение уже 29 сентября так что надеемся мы все станем более организованными государства более адекватными и 3 октября в субботу венеру земной знак девы переходит с одной стороны это резкое ослабление венеры уровень радости падает хотя вы можете спросить а где была радость где в этом году было что и что собственно было радостью но тем не менее венера переходит в знак работы учебы труда бизнеса поэтому женщины лучше включаются в учебу 3 с 3 октября на несколько недель мы становимся организование наводим порядок если вы если мы говорим о прекрасных домах если вы чувствуете что не могли собраться не могли включиться в работу бизнес учебу возможно возможно 3 числа получится это сделать несмотря на горячку тряску которая идет по меркурию сейчас у меня эфир очень быстро и в какой-то небольшой паузе в моем сверх плотном графике подробнее про октябрь я буду говорить вечером 30 сентября на этом все весов с днем рождения удачной вам недели пишите ваши комментарии на тренинг по звездам присоединяйтесь до встречи счастливо всем пока